Продолжение просмотреть ситуацию с дороги в городе Дзержинске Константин Юрьевич Ходин. Константин Юрьевич, можете компетентировать Ваши вопросы? Я был краток, да, из-за нормальной погоды, всего, да, тёплой. И вот сейчас прогноз посмотрел, в ближайшие там 10 дней у нас такая температура продержится, да, и многие дороги в Дзержинске просто находятся в аварийном состоянии, просто где-то в автозаводской шансы, на дачной, просто армейка, объездная залезка, то есть администрация города понимает проблему, что в какие сроки она собирается, что где в устранить, защебенить, ещё что-то сделать, потому что реально просто кошмар такой. Ну, будет продолжаться всё. С вами, Александр Ильич, может быть, наложите к этому вопросу? Понятно, что у нас сейчас, с того не всего, началась весна, сияем и вытойем, и как это обычно происходит? Ну, во-первых, то, что дороги пересислили, участвуются, все дороги областные, дорога фонда, как-то мы уже куда-то письмо отправили, и ещё так мы отправили. Они планируют ямочный ремонт, как только позволят погодным условиям, взяты, мы просто зашипать всеми по краям, чтобы они не увеличивались. Но дороги действительно очень многие у нас, вот мы, наверное, сделали в 98-99, большой такой рывок по дорогам, после этого мы многие дороги даже не рады к ним не возвращались. Вы, уважаемые депутаты, вот сейчас задаёте вопрос, мне бы хотелось, чтобы вы вопрос задавали, когда принимаем бюджет. Ну, вот тогда у вас эти вопросы, к сожалению, не возникает. Но, видимо, в последние годы, уже лет 5-6, мы вообще на капитальный ремонт лучше не выделяли. А мы каждые 6 лет должны полностью обновлять дороги. А мы вообще ни копейки не выделяем. Мы частично обновляем. Действительно, проблема большая, и дороги действительно сыпятся. И с каждым годом нам очень трудно, приходится дорожникам как-то эти дороги приводить в какое-то соответствие, которое они должны быть. Насчёт ямочного ремонта или ещё какого-то. В этом году тоже мы практически ничего не выделили с вами на капитальный ремонт. И с каждым годом всё будет труднее и труднее устанавливать дороги. Чтобы они были проезжие. В этом году мы, конечно, опять постараемся как-то присоединить их в соответствие. Но если мы не будем вставлять капитальный ремонт, то в конце концов потом... Очень тяжело, сейчас ужасно. Друзья Александрович, вопрос сейчас стоит в том, что снег не выводится, снег не выводится. Потому что снег не выводится. Олег Викторович, можно снег вывозить, снег мы вывозим. Но ведь за него надо потом будет платить. А это миллион огромный. Нет, снег станет условно 2 миллиона, а с маркировкой потом 10 миллионов. Нет, нет, совершенно нет. А можно вопрос... Это не в 2 миллиона стоит, а в 50 миллион. Санка сам, что депутат интересует конкретную ситуацию. Вы же, помимо того, что сейчас перевалили вину с департамента, вы показали депутатам, что нам лучше надо рассматривать бюджет. Мы вам за это, безусловно, благодарны. Спасибо за это. Это во-первых. Во-вторых, вы немножечко слукавили. Например, в 2015 году по инициативе депутата Попова, Виктор Савченко, извиняюсь, что я располагал фамилии, как раз были и внесены изменения, по-моему, в 3-м году. И в 10, да, как раз на капитальный ремонт дорог, говоря о том, что деньги не выделяют, и депутат за это не борется, вы немножечко были ему правы. В-третьих, значит, нам хотелось услышать конкретную ситуацию, что вы предприняли, если у нас действительно договорились. Дороги есть областного значения, есть местные. Поэтому нам бы хотелось понять, дороги областного значения, вы с министерством, условно говоря, программу ямочного ремонта, там, засыпки, согласовали вывоза, конкретного вывоза, по каким улицам, в какое время, в каких объемах. То же самое, по дорогам местного значения. У вас дорожная карта есть? Если есть, рассказывайте. Если нет, обозначить срок, который вы в Думу предоставите эту информацию. Спасибо. Коллега, просьба, кнопочку нажимайте. А я нажимал, это не сработало. Ну вот, Павел Михайлович, вот сейчас много уже сказал, что мне хотелось сказать. Павел Михайлович, вы, на самом деле, вы рассматриваете бюджет. А кто бороться-то должен, чтобы выделить деньги? Если вы не просите денег, значит, ничего не нужно. Вот депутат вам, чтобы он закрылся. Я делаю в том, что... Нет, ну вы директор департамента, вы обязаны бороться за это. А не депутаты. Ну возьми и деньги, ну возьми и деньги. Так что, как-то непонятный подход-то у вас. Я хочу также напомнить про 99-й год, да, когда был большой прорыв в городе по дорожному строительству. За чей счет? Вы же помните, вы очень хорошо отработали тогда с областью этот вопрос. И деньги в основном были дорожного фонда, а не городского бюджета. Городской бюджет на какие дороги у нас не потянет. Это всем понятно, всем известно. Поэтому вот на это я обзастрел внимания. То есть надо жестко работать, четко, жестко, там, я не знаю, как угодно, с областью. Здесь у нас всегда присутствуют депутаты ОЗС. С ними отрабатывать этот вопрос. Чтобы на самом деле нам выделили деньги-то. Вы правильно говорите, мы уже много, как не делаем капремонт. Вы правильно отметили этот вопрос? Но за счет городского бюджета невозможно это делать. Мы два лет еще до конца никак не заделываем. Можно сказать. Вот. Поэтому, ну, как бы, я считаю вот так вот. Есть заместитель, есть директор департамента. Он борется за свою сферу. Он просит денег, там, выбивает эти деньги. Там, с депутатами общается, работает. Что, нужно делать-то? Вот, посмотрите, давай в скверном состоянии. Давайте там, как-то, что-то, чего-то двигаться. А тут тишина. Мы смотрим, денег никто не запросил на это. Ну, значит, не надо. Всего. Спасибо. Можно я в поддержку сельско-оценочной, на свое время держу, скажем, все-таки, на эти депутаты. Ну, во-первых, по области. Ну, вот последний вопрос. Проспект Солковского, проспект Ленина. Это областные деньги. Спасибо вот здесь Владимир Валерий Владимирович присутствует. Он помог нам еще сделать улицу Октябрьская. Это тоже областные деньги. Улица Крюквина, часть Пирогова, там, вокзальная площадь. Это все областные. Из городской области. Вот вы говорите, 99-й год, там было бы пола. Мы где-то 500, 300 миллионов выделяли только из городского бюджета. И плюс еще областные фонарки. Я засомневаюсь, там бюджет был 800 миллионов. Нет, очень-очень много, когда выделяли. Где там попала? Вот серьезно говорю. Тогда просто получалось, что я могла. Потому что взаимозначетом работа, когда денег вообще не было. Можно было бы продукции там. Вау. Бюджет отдавали мне, потому что остальные не успевали осваивать. Почему у меня такие большие деньги были? Ну и с городского бюджета мы тоже тогда выделяли. Потому что у нас больше частью дорог городских. Гороски. Вы отработать предложите нам. Вот область нам дает вот столько-то, столько-то. Но при условии вот таком-то, таком-то. Сейчас область нам ничего не даст, потому что областной бюджет, вы знаете, какой. Сейчас просто так и программ. Но надо работать. Работать надо. Мы работаем. Я в тысячу раз говорил. Наверное, Виктор Сергеевич добавил, он должен быть счастлив. Мы ему впервые подключились и главы администрации, когда работали. Потому что раньше в область ездил я один. Ни замы, никого. Мне даже неудобно было. Я там один пробивал месяц. Сейчас же Виктор Сергеевич подключился с первого дня. Я думаю, что... Давайте, Виктор Сергеевич, я говорил, мы донор в области. И нам возместить какую-то часть должны или нет. Отрабатывать неудобно. Что тут вопрос... Да пока у нас уже лет 15, отдаю куда? Да. Ну, Алказин, давайте в историю войдем. Я начал работать в правительстве 2006 года. Объехал на все районы, регионы нашей большой области. И честно сказать, вот в начале моей работы, когда я несколько раз заезжал в Дзержинске по тем или иным вопросам, то на моей Волге, на тот момент, на который я катался, очень страшно было ездить по тем дорогам, особенно по центральным. Что происходило. На сегодняшний день я считаю, что в Дзержинске не самое плохое состояние дорог, уличных, особенно центральных. Будьте уж мне поповерить, потому что даже в Нижнем Новгороде есть места, которые намного хуже, чем у нас. С другой стороны, с точки зрения того, помощи, не помощи, правильно, как Александр Александрович сказал, основные центральные дороги, это Ленина, Целково, Северные ворота, то есть это областные, они содержатся в неплохом состоянии. Мало того, с точки зрения помощи, вот вчера буквально получили мы первую ласточку, результатом всех наших с ним совместных переговоров в Департаменте Министерства транспорта Нижегородской области. Вчера мы получили письмо с запросом по реконструкции Красноармейской и бутылочного горлышка на Ленина, начиная от площади в сторону, в восточную сторону. То есть Министерство транспорта готово нам помочь и выделить из Дорожного фонда необходимые средства на реконструкцию двух участков. Если мы прогарантируем вынести инженерные сети из зоны строительства и освободить ее от прав третьих лиц. То есть раньше разговор шел о том, чтобы мы участвовали в качестве софинансирования, там, строительства освещения, там, ливневой канализации. На следующий день вопросы, я все обсудил и решили. Все работы, они готовы будут и проектные, и строительные монтажные выполнить за счет средств Дорожного фонда. Нам нужно только подготовить строительную площадку. Что мы будем сейчас делать, заниматься, оценивать все эти затраты по уровню с унижением сетей. Если мы их потянем, мы дадим гарантийное письмо, начнем работу по проектированию, расширению Красноармейской и проспекта Ленина. Как я и обещал, чтобы у нас прошепление наконец-то стало настоящим проспектом, а не этим кусками, где-то четырехполосным, где-то там, двухполосным. Вот это вот у меня программа по дороге на сегодняшний день, минимум, которую мы должны в ближайший год-полтора начать и к концу 2017 года, чтобы к чемпионату мира у нас получился красивый проспект, который исчезает практически весь город, нужно насквозь давать возможность прекрасно доезжать из основной страны, город в другой, в короткой просечке. Вот это конкретная работа у нас, Александр Дмитриевич. Я хочу, как и сам, все-таки защитить, потому что мы сейчас говорим о каких-то вещах, о выгибании денег, при том, что город Дзержинск, долгую часть, несколько лет, был вообще за пределами, в последнюю очередь, референсируется на основном бюджете, по программам. Я думаю, что задача только вовремя документов контролировать правильность и качество работ, а все-таки набывание денег в области, поиск их в наше струкное время, это лежит, наверное, более вышестоящим начальникам. У него хватает своих работ. У меня вот другой вопрос. Мы сейчас вообще не готовы говорить. Мы так можем сейчас спросить, потому что у нас комбинатор четыре года назад приезжал и отвечал по ночью реконструкции перспекта Ленина. После прочего, что не сделано. Вопрос на сегодняшний, будет достаточно проще, намного проще, ко вселенной спросил. Вот у нас на сегодняшний день аномальные явления, потепление. Вот во время нас всегда в стране, то зима внезапно придет, то оттебель непонятно когда. Да, вот в случае вот таких вот аномальных явлений, есть какое-то решение администрации, какие-то конкретные задачи, чтобы завтра не стал, голланд с небом, потому что еще два-три дня, два-три дня вот этих дальноводщиков, которые в дачу ездили, Красноярмейка, которая там плохая, они могут встать. Есть ли какие-то варианты, чтобы мы не зависели на дорогах обоснованного подчинения, в ремонте ямок, чтобы хоть как-то обеспечить, пока снегом не пропорошен, не замерзнет и можно будет нормально ездить. Какие-то такие решения есть у нас в администрации или нет? Вот чему у вас. На тот момент именно аномалии. Все решения у нас есть. То есть я даже когда первые сникофады были огромные после новогоднего дня, да и сейчас у нас очень плотное взаимодействие с дорожным фондом, с областными структурами, которые у нас эксплуатируют данные дороги. И на мой взгляд, они очень оперативно реагируют те или иные проблемы, которые у нас встречаются. Подобная ситуация случилась даже на той, на трассе 7-7 сегодня ночью, если знаете, там тоже два провала были выделены, но там, считая, дорог вообще какого уровня, даже там произошло две проблемы, которые тоже сейчас срочно устраняются, чтобы не впустить, там очень много жалоб было на пользу с тема, что там вчера и шины пробили там. То есть всякое бывает. Вот такая у нас погода, такой у нас климат. Мы сразу включаемся, сразу решаем проблемы. Не надо из этого никакой истерики создавать никакие проблемы. Это работа наша постоянная, с день за днем, кропотливая, тяжелая. Если что-то будут не успевать, а с ниги, значит, мы не перехватим со своей помощью, а потом с ними за счет сделаем. Все под контролем. Я бы тоже хотел сказать, вот работа с Казахстанчем, вот у нас был с ним хороший контакт, если бы у нас денег не выделили, вот предлога того, что неправильно составить документацию, мы с ним все это дело проверили, я был когда у губернатора, и потом прошел через министерство, 47 миллионов нам тогда дали, и мы смогли отремонтировать что-то. Значит, у меня предложение к депутатам в том числе. У нас есть комитет, который занимается в том числе и этими вопросами. Что у нас сейчас нужно посмотреть внимательно. Вот когда мы сейчас брали, сейчас выдаем из Дорожного фонда, выделяются деньги по нормативам. Сколько у нас дорог, сколько нам выделяют денег. Деньги нам будут выделены, мы смотрели на этот бюджет, они будут доказать вопрос когда с главой администрации. Но по сравнению с Бором, например, с Навашино, у нас не все дороги поставлены на учет. Это тоже требует денег, требует времени. Я бы попросил депутатов совместных, можем совместный департамент сделать, конечно, посмотреть, какие дороги у нас в учете не стоят, что мы сможем, какие средства с вами выделить в текущий период и дальше, для того, чтобы дороги поставить, потому что кэффициент Бор и Навашино превышает в 2-3 раза наши дороги. То есть там уделяется денег больше. Поэтому вот эту работу обязательно нужно провести. Еще раз скажу, что с грамотой специалистом, просто мы сейчас заводим ситуацию, потому что все остальные деньги, конечно, идут на социальные обязательства, зарплаты, а, к сожалению, денег не хватает. Поэтому наша задача совместно с главой администрации, я бы говорил, отработать в области, чтобы мы получили то, что положено, и в области получили. А нам нужно внутри посмотреть наши резервы, на то, что все-таки статизация дорог у нас проходила постоянно. Но тогда у нас будет другой специальный центр, и будет другие резервы. Кто-то вообще может? Спасибо вам. Анастасия Ильича. Да, я имею в виду, большая ремарка. Вообще, не задача депутации среди нескольких дорог, это задача администрации, я понимаю. Поэтому не надо больной главой на дорогу перекладывать. Так же, как соотмена бесплатного питания, это инициатива депутатов. Депутаты за это не голосовали, еще раз скажу. Администрация не внесла соответствующее постановление. Поэтому все время сваливать на Думу, мы наоборот, я считаю, что депутаты всех фракций, причем стараются как раз наиболее актуальные городские проблемы поднимать, помогать администрации, чтобы на них виделись, они там свои кипучки, своими совещаниями ничего не видят. Мы же не для своих там машин беспокоимся, чтобы к нашим там дачам, куда-то чего дороги сделать. Дороги, которые общепользуем, в которых ежедневно тысячи машин наших горожан проезжают. Поэтому мне предложение поручить главе администрации, чтобы так будет жить в ближайшие дни. Взял на контроль вопрос, решил, не просто взял на контроль, но решил вопрос, ситуацию с дорогами, это как-то жизнь. И в вас комитет к городскому хозяйству еще две недели где-то примерно, вот как раз там на комитете информацию и получим от администрации. Вот. Я не когда-то снимал с контролем, я в смысле это уложусь, и в смысле это стою. Ну вот мы видим пока на улице, так что, пока не видим реальных работ. И конечно вот я поддерживаю Сан-Георгиевичу в том плане, что действительно нужно как-то в таких ситуациях быстро реагировать. У нас есть ГАИ, да, которые могут в такой ситуации перекрыть дорогу, в этом форму большегрозом, которые-то разбиваются. Да, у нас вообще проблема тяжелая, там по попу, по бабушке месяц эти форы, которые вообще по ширине дороги в принципе не предназначены для перемещения такого транспорта, который добивает дороги вообще в конец, оттуда вообще никак не уедешь. Дальше вот, кстати, если Вы, кстати, бросил камень в наши городки, я могу тоже бросить камень. Верно-кар, просто. Вообще, управление благословище, всегда за медпутатами ставилось пример, да, и Вы, у Саидов Хасановича недократно мной, начиная с Трофимова мэра и заканчивая, значит, высокую награду, всегда ставилось пример. К сожалению, в последний момент есть такой еще вопрос. Витар Сергеевич, Витар Сергеевич, я к Вам обращаюсь. Вопрос такой, в последний вот особенно год-полтора, когда идет капитальный ремонт дорог, там Илья, не капитальный, ямочный, когда вот подрядчик у нас вырезают эти карманы, да, и недели-полторы до, собственно, вкладки асфальта проходят срок, и вот водители вынуждены вот эти все карманы бежать, где-то просто физически будет не обидеть, то есть, я не понимаю, где-то контроль управления и благоустройства, я вырезал карман, сразу асфальт и кладет, то есть, в данном случае отсутствие контроля, аналоги с работы с подрядчиками. Поэтому я предлагаю депутатам, значит, поручение сделать соответствующей на администрации, но Абиту Сергеевичу взять на контроль, это тоже больной вопрос, задержался. Спасибо. Олег Геннадьевич. Почему нет? Почему нет? Почему? Мы можем городским... У нас, Газели, хватит перевести все грузы. Друзья, друзья, у нас этого вопроса не было в порядке дня. На сегодняшний момент ситуация такова, что, если бы депутаты выразили обеспокоенность по поводу оперативной работы соответствующих подразделений администрации и министерства, поскольку дороги разного значения, то там Богданов предложил замечательную вещь проработать вопрос об ограничении движения, об временном ограничении, которые вводятся... Я первый предложил... А, извините, кстати, вы предложите? Да, извините, кстати, я предлагаю сделать следующее. Значит, сейчас предложение депутатов, они же протокольно прозвучали. У нас вопрос, по нему мы принимаем информацию к сведению, насколько я понимаю. Поэтому нужно просто взять, не спорить, взять на карандаш, более того, тоже правильно все сделано и в законодательном собрании, и в городской думе есть специальный комитет, вынести этот вопрос на повестку дня и спокойно там обсудить. Поэтому предлагаю премию прекратить, взять на карандаш и в рабочий порядок срочно отработать вопрос. Спасибо. Коллеги, вопросов больше нет, я не знаю, поэтому предлагаю премию на самом деле приходить по этому вопросу. в администрации выслушиваться замечания с нашей стороны. Поэтому на этом предлагаю премию. Всем спасибо.